Секунда была допущена ошибка и, к сожалению, мы за нее заплатили, сказала Усебио Ди Франческо. Ну а мы отправляемся в Парму. Парма принимала Ювентус. Роберто Даберца был на ваших экранах и состав Пармы Гоби, Гальола, Алвеш, хорошо нам знакомый, Якупини, Борило, Штулац, Ригони, Дегаудио, Англезе и Жервиньо. Появился, кстати, у Пармы в стартовом составе, но у воротах Сепи. И Масимлиана Аллегри выставляет следующий состав. Ченсны, Банучики и Лиди в центре обороны. Квадрадо и Александру на флангах. Пьянич, Хидир и Матиуди полузащита. И группа атаки Криштиану Роналду, Манджукич и Бернардески. Передача с фланга. И вот мяч побывал в сетке ворот уже на второй минуте. Марио Манджукич. Человек, который является символом побед Милана у Ювентуса, конечно же, простите. Потому что когда Ювентус с Марио Манджукичем в составе, и Манджукич забивает, то Юве не проигрывает. И ответка Пармы. Парма выглядела вполне достойно. Это знаменитый проход. Жервиньо. Накрутил тут всех вуариец. Манджукич. Дальний удар. И здесь не самое удачное играло у Джисеппе. Но уже прозвучал свисток. Было положение вне игры у Федрика Бернардески. И грубая игра со стороны Миралема Пьянича. Который получает желтую карточку уже в самом начале матча. Напомню, это только старт игры. Тринадцатая минута. И мяч попадает в перекладину. Парма очень эмоционально выглядела в этом матче. Классный удар Лео Штулаца. А теперь ответ у Ювентуса. Такое ощущение, что, блядь, спутюйди напугал Бруналвич. Но тут поступил совершенно правильно. Выбил мяч от греха подальше. Главой. Вот так вот мяч разминулся с воротами. Хотя шанс был отлично. С воротами и с ногой Леонардо Банучи, который откликался на эту передачу. Ну, а теперь атака Пармы левым флангом. И мяч побывал в сетке. И, конечно же, это Жервиньо. 1-1. 33-я минута. Ивуариец отправляет мяч в сетку. Опередел он в этом эпизоде Алекса Сандро. Ничего не смог поделать бразилец. Уже там чуть ли не врезался в него и Александро, и Кьеллини. Но Жервиньо буквально вносит мяч в сетку. С хорошим настроением играл Жервиньо. Все понимают, да, что как только будет в оптимальной форме Жервиньо, это будет настоящий лидер команды. И вот он вновь входит в штрафную площадь по месту левого крайнего. И здесь супер момент. Просто супер момента упускает Ригони. Все ворота перед тобой. Но в воротах был еще и Вольцовщенский. Фрагмент второго тайма. Счет пока что 1-1. Александро Криштиану по мячу не попадает, а дальше уже удар выше ворот. Во втором тайме на 55-й минуте Дуглас Коста появился у Ювентуса. Заметно, надо сказать, оживил игру черно-белых. Еще один прострел. Еще один удар Криштиану Роналду. Не может он отличиться пока что в этом чемпионате за Ювентус. Да, можно говорить о том, что Криштиану играет на команду. Но все-таки, конечно, гол ему необходим для того, чтобы почувствовать себя окончательно своим. И в команде в итальянской серии А почувствовать полную уверенность. Ну а мы видим прекрасный удар Блеза Матюидзи. Это гол победный. Передача Марио Манджукича. Классная передача пяткой. Удар с близкого расстояния в верхний угол. Какой же изящный пас выдал Хорват на Блеза Матюидзи. Дуглас Коста. Опаснейший выстрел бразильца. Финальный свисток. 2-1. Ювентус одерживает победу. И пока на данный момент остается единственной командой в чемпионате Италии. Со стопроцентным показателем набранных очков.